В воскресенье 22.00 в столице время большой недели на телеканале Хабар. Во вторник Асамжи Мартукаев выступил на расширенном здании правительства. Основное экономический рост в непростых условиях, которые сегодня сложились не только в нашей стране. Основные проблемы, мешающие развитию, что в кризис, что в более благостные времена, старые банально. Недалекость, иногда и откровенная глупость чиновников на местах, нежелание нажиться на государство и попытки завуалировать все это заботой о гражданах и судьбах страны. Что делать? Создадим сегодня этот из глубины веков вопрос, не теряющий актуальности и в наши дни. И прямо сейчас вашему вниманию короткий анонс. Почему так дорого? В Казахстане вновь повышается стоимость продуктов. Никогда не думал, что яйца будет 550 тенге. Ну что это, 10 штук, 550 тенге. Да, деньги тают. Есть ли разница в ценах официальной статистики и на рынках? На базаре у нас дешевле. Да, все дорожает. Куда не сунься, хоть молоко, хоть что, все дорожает. Кто ответственен за стабилизацию цен и как высоко они еще могут взлететь? Об этом и не только. Поговорим сегодня в большой неделе. Поговорим об этом и не только с нашими гостями. Сегодня в гостях Иерахим Шакбаев, экономист, заместитель председателя правления НПП Атамикен Алжас Урдабаев, директор Института экономической политики Каирбек Корстанбеков, руководитель Центра конкурентоспособности МНК Астана Ануар Буранбаев, правозащитник, руководитель проекта Кургау Чингис Лепсибаев, Евгений Ачех, индивидуальный предприниматель. И по традиции Динара Жанбатырова читает ваши сообщения в аналитической студии нашей. Сообщения, которые вы предоставляете, в том числе и на номер WhatsApp 771-485-29-94. И, насколько я догадываюсь, уже что-то написали наши телезрители. Добрый вечер. Да, вопросы уже начали поступать, тема на самом деле очень интересная, поэтому будьте активнее, мы обязательно постараемся ответить на ваши вопросы. И перед тем, как мы начнем, я бы хотел, ну, чтобы у присутствующих в студии сложилось понимание, о чем мы сегодня будем говорить, да, ну, хотя живем мы здесь, видим, что происходит, собственно говоря, просто, ну, случается так, что некоторые бывают немного оторваны от реальности, от того, что на самом деле происходит. Ну, потому что все-таки мы как бы в столице, да, и не часто выпадает возможность съездить куда-то в регион, в глубинку и посмотреть, что же там. Кстати, вот расскажет нам о том, что в регионах на самом деле происходит предприниматель Евгения Чеха, она из Усть-Каменогорска к нам прилетела, чтобы, ну, человек, который своими, что называется, в ситуации своими глазами. И вот для того, чтобы увидеть, что же происходит, мы с людьми поговорили, которые нам рассказали о том, как видят сложившуюся ситуацию, существующую, они сами. Как у нас по ценам на продукты сейчас? Дорого. Что подорожало? Да подорожало, не знаю, но все, налей много больно. Масло подорожало, сахар подорожал, крупа подорожала. Не хватает даже денег вообще на продукты, да. Стараемся как-то, ну, экономить, но не получается никак. Ну, если брать в супермаркетах, конечно, дорого, на базаре у нас дешевле. Черный хлеб стоит 160, это же нереально же. Фрукт-то вообще дорого стоит тоже. Мясо кушаем дорогое. Ну, все, яйца подорожали, все подорожало, даже секреты подорожали. Это же ужас просто. Во-первых, пенсия, например, мы получаем, а нас же не хватает. Идет что? Опять это самое подорожание, и деньги обесцениваются. А скажите, а вот если у вас сейчас холодильник сломается, у вас есть наличные деньги, чтобы купить новый? Нет, конечно. Придется кредит брать или оформлять рассрочку. На улице будем хранить. Пока балкон, зима же. А там, ну, там видно будет. Без кредита не обойдешься, только кредит. Потому что такой суммы сразу не возьмешь. Наша продукция тоже очень дорогая. Ну, сейчас дорого жить. Жить дорого. И болеть дорого. Вы не болеете. Спасибо. Пожалуйста, не болейте. Болеть тоже сегодня очень дорого. Вот это к чему мы сейчас с людьми разговаривали, спрашивали. Потому что это вот основа основ. Все вот эти большие программы государственные, которые принимаются, которые реализуются, все эти целевые показатели за всем этим стоять должно в конечном итоге. Благополучие каждого конкретного гражданина. Чтобы вот этот вот конкретный гражданин на камеру, в микрофон сказал, что у меня сегодня все хорошо. Я считаю, что моя зарплата достойна. Я считаю, что на заработанные деньги я могу купить то количество продуктов, которое мне нужно. И холодильник, в том числе, если он сломается. Но на самом деле немного другая ситуация сегодня. В 2020 году доходы у нас, как известно, сокращались в стране, но цены на продовольствие росли. Несмотря на то, что устанавливались различного рода субсидии для крупных торговых центров. В итоге цены выросли на 11% и общий вклад их в инфляцию составил более 60%. Каким, наверное, вам предложил высказаться по этому поводу? Почему так случилось? Вроде субсидировали, а все равно не получилось. В Казахстане в целом есть специфика экономики. И до вот этого кризиса, пандемии коронавируса, была проблема падения реальных доходов населения. Вот, по-моему, Корике, он автор одного экономического феномена, называется «Ножницы». Премьер-министра, когда у нас темпы роста положительные, а реальные доходы не отрицательные. И это объясняется, ну, проблема у нас с такфляцией, то есть у нас снижение производства в экономике в сочетании с высокой инфляцией. И если мы разбираем инфляцию, то мы видим, что, по сути, в Казахстане сейчас самая высокая инфляция в Евразийском экономическом союзе, за исключением Кыргызстана. И, по сути, это однозначно говорит о том, что политика инфляционного таргетирования, которую «Назбанк» перешел в 2015 году, она потерпела свою фиаско. Мы не можем не снизить инфляцию, не можем ее не заякорить. И, мне кажется, ключевая, основная проблема – это экономическая политика, в том числе монетарная и фискальная. Ну, вот сейчас есть большой соблазн скатиться в экономические термины, не совсем понятны людям, но причины инфляции до сих пор идет спор, и такой официальной позиции, наверное, нет. В чем она есть? В чем причины этой инфляции? На мой взгляд, у нас в большей степени природная инфляция – это инфляция издержек. То есть, в целом, из-за того, что у нас свободно плавающий обменный курс, у нас он постоянно девальвируется, неважно, какие флуктуации есть, в долгосрочной перспективе он неизбежно всегда… Декларированный, декларированный свободный курс. Декларированный свободный курс. Если мы не изменим монетарную политику, я думаю, что мы не добьемся ни заякорения инфляции, ни роста реальных доходов населения. И еще в 2019 году на первом седании НАЦСОВЕТА общественного доверия, вот здесь коллеги присутствуют, мы сошлись на консенсусе, что нужно в первую очередь обращать внимание главы государства на проблему неэффективности монетарной политики и того, что она не может побороть инфляция. Это нужна комплексная инфляционная политика. В конечном итоге политика таргетирования инфляционного направлена на сдерживание инфляции. Но она не работает. Она не работает. Почему? Мы же ведь говорим о том, что мы занимаемся только инфляцией и о курсе доллара, то есть НАЦБанк не думает. Но на самом деле так не получается? На самом деле у нас есть гипотеза, что эта система в первую очередь работает в пользу финансовых институтов, поскольку они являются ключевыми бенефициарами. Давайте своим словом, чтобы людям понятно было, в пользу банков второго. В пользу банков, да. Доходы банков не падают существенно, они растут. И за счет института базовой ставки, 9%, который сейчас есть, банки могут безрисково размещать свободную ликвидность, триллионы тенге в эти безрисковые ноты и получать доходность. И в итоге мы видим, что у банков эта высокая доходность, она привела к тому, что даже доходы от кредитования меньше 50% у них составляют. То есть банкам невыгодно кредитовать экономику, иными словами, да? Совершенно верно, да. Какой смысл давать экономике с маржой 4-5% и не ся риски, когда можно безрисково разместить эти деньги под 9% с аналогичной маржой. Второй момент. Вот в этой политике инфляционного таргетирования ключевой является так называемый процентный канал. То есть по этой базовой ставке нужно влиять на предложение кредита в экономике. Но спрос на кредиты и так высокий. То есть у нас раздулся пузырь потребительского кредитования. Если на начало 2019 года у нас было чуть больше полутора миллионов человек на просрочке, 90 дней плюс, которые не могут обслуживать свои кредиты, то по состоянию на 1 января текущего года, по данным Первого кредитного бюро, это больше 2 миллионов человек. То есть вот за 2 года около 500 тысяч человек не могут обслуживать свои кредиты. 2 миллиона человек – это очень большая цифра в реальности. Учитывая экономически активное население. Да, и реально нет публичных данных о том, какая эффективная ставка по этим кредитам. Но я уверен, она измеряется двузначными цифрами. То есть я не знаю, 30%, 60%. То есть у людей очень низкий у бизнеса, низкий доступ к финансам по нормальным ставкам. Длинным кредитом и дешевым. Значительная часть микробизнеса, малого бизнеса, она обращается к этим доступным потребительским кредитам под очень высокие ставки. И в итоге попадает в эту долговую ловушку. Чтобы их обслуживать по высокой ставке, им надо много работать, большую часть своего дохода отдавать им. И таким образом вот они выходят на просрочку. Повторюсь, 2 миллиона – это гигантская цифра свыше 2 миллионов человек, которые находятся на просрочке более 90 дней. А сколько человек еще с трудом обслуживает свои кредиты и на грани? Это большой вопрос. Я думаю, что цифра может быть не меньше. Пятая часть, да? Пятая часть экономически активного населения у нас в просрочке. 2 миллиона 37 тысяч человек. Вот один из показателей доверия населения банкам, то что в 2020 году 21,1 тысячи слитков купили казахстанцы золотых слитков общий вес 890 килограммов. Это на 34% больше, чем в 2019 году. Прошу прощения, я добавлю коллегу Архима, чтобы через зрительное было доступно, в чем, ну, понятно, в первую очередь, это структурная у нас проблема, структурные причины. Вот за годы независимы у нас накопились. Системные. Да, структура экономики. У нас один сектор экспортно-серевой сектор, второй внутренне ориентированный сектор, там обслуживает торговля где-то там и так далее. То есть, и между этими секторами происходит, вот здесь пропорция определенная, допустим, валютное поступление обеспечивает экспортно-серевой сектор. И плюс вот девальвационные ожидания, и в это время эти процессы дают, скажем, основания. Давайте так скажем, курс доллара играет на руку нефтедобывающим, нефтепроизводящим компаниям. Вот так вот, давайте скажем. И плюс где-то есть преимущество в интересах фискальных органов, поскольку когда происходит девальвация национальной валюты, то обеспечит увеличение поступления бюджета за счет средств национального фонда путем курса. Это тоже дает определенную подпитку. И второй очень важный тезис, я бы хотел сказать. Есть исследования вот в тех странах, где импорт в целом обрабатывающей промышленности, продукции обрабатывающей промышленности превышает 70%, примерно 65-70%. В этих странах легко управляется инфляционными процессами, понимаете. И недавно глава государства выступил, вы знаете, что удельный вес импортных товаров, госзакуп в услугах... Половина. Половина. То есть мы еще не достигли того уровня, при котором мы можем позволить, чтобы снижение инфляции. Тем самым обеспечит, скажем, сохраненность доходов населения. Вот коль уж мы об местном содержании заговорили, сейчас завершим, да, уже раз уже добавили, заместитель председателя правления МПП. Смотрите, а вот насколько мы можем быть уверены, что вот эти вот 50%, которые в местном содержании, да, у них CTKZ, STKZ есть наверняка сертификат, да? Насколько мы можем уверены быть в том, что вот эти 50%, в них 100% местного содержания? Можно я, прежде чем отвечу на ваш вопрос, хотел прокомментировать слова коллеги Рахима Сакеновича относительно вот именно кредитной нагрузки на население. И в том, что для бизнеса, особенно для малого бизнеса, крайне проблематично получать кредиты под нормальные проценты. Вот здесь вот совсем буквально пару цифр. У нас 370 тысяч предпринимателей имеют кредиты. Из них 137 тысяч – это ИП, который имеет потреб-кредит. То есть они брали кредит не как бизнес, это они брали потреб-кредит. Потому что им не дают как бизнес. Да, потому что они не могут получить. И это как раз-таки одна из таких основных проблем. Мы ездим по регионам и везде, в принципе, в топе проблем всегда отсутствие каких-то дешевых длинных денег, нормальных каких-то именно возможностей получать средства, какие-то оборотные капиталы и так далее. Но это достаточно большая цифра. И вот 11,5% этих кредитов – это как раз-таки те, которые на просрочках. Это то, о чем говорил Рахим Сакенович. Он говорил в целом про население. Я говорю именно про бизнес. И вот исходя из этого, одной из основных проблем… Я вот сейчас немножко уйду в пандемию, потому что это, наверное, то основное, что болит у предпринимателей за последний год. Ну вот, по крайней мере, у нас одной из основных проблем как раз-таки являлась невозможность обслуживать свои кредиты. Обслуживать свои кредитные обязательства. И это вот стало большой-большой проблемой. И вот 1 января закончились меры поддержки по кредитам. Все, но теперь что делать дальше? Потому что понятно, что экономика сейчас вот так вот резко вверх не пойдет. Понятно, что… Теперь проблема обнажилась еще сильнее. Обнажилась еще сильнее. И вот теперь тут вопрос. Очень своевременно глава государства сказал о том, что нужен следующий пакет антикризисный. Ну, сейчас формируем совместно с бизнес-сообществом. Там запустили несколько еще опросов. Как раз-таки на предмет того, чтобы понять, какие из мер поддержки все-таки сработали, не сработали. И почему? Если не сработали, то почему? Потому что очень часто мы встречались с проблемами бюрократической машины. То есть вроде бы есть мера поддержки, та же самая. Там, да, вот какие-то отсрочки кредитные встречались с бюрократической машиной внутри банка второго уровня. То есть, ну, тут вот очень много… Очень горячо мы эту тему обсуждали в одной из программ наших в прошлом году. Предприниматели жаловались, что приходится идти, брать там миллион-два, да, которые, ну, не дают просто. У нас короткая реклама, и мы продолжим сразу после нее. Коллеги, хотел бы вам привести вот буквально-таки пару цифр. Если у нас в 2008 году был курс доллара 120 тенге, а средняя зарплата, причем говорю про данные статистики, да, которые среднюю температуру по больнице показывают, да, 54 тысячи тенге были. Была она средняя заработная плата. То в 2020 году у нас курс уже был 420 тенге, да, то есть, в сравнении со 120, при заработной плате официальной 197 тысячи 750 тенге. Я к чему говорю? Что если вот посчитать по процентам, то рост 2008 к 2000… вот к уровню 2008 года у нас курса это 350 процентов, понимаете? Да, а рост заработных плат 366, то есть, наоборот, да, курс 366, а рост заработных плат 350, да, то есть, у нас немножко курс, да, он не поспевает за курсом официальных заработных плат. Потому что мы же говорим об официальных средних температурах. Да, причем это официально, которые совершенно, да, не показывают истинные картины, да, потому что, ну, огромная разница между, ну, как бы тем, что декларируется, тем, что на самом деле. И к чему я это говорю? Потому что у нас эта проблема, она, в первую очередь, касается, конечно же, не только бизнеса, да, но еще простых граждан, которые сейчас, да, вот как уже говорил Рахин… В конечном итоге она сказывается на жизни простых граждан. Безусловно, и каждый на это на себе может ощутить. И я еще хотел бы привести вам буквально несколько, да, моментов. У нас есть 5,5 миллиардов долларов, да, вот в 2019 году дефицит торгового баланса, да, то есть мы наторговали меньше на 5,5 миллиардов. И я хотел бы просто проговорить, вот чем мы торгуем вообще за рубеж. Первое место – это сырая нефть. Второе – продукты неорганической химии. Третье – медь. Четвертое – ферросплавы. Пятое – природный газ. Шестое – прокат. Седьмое – руды. И восьмое – каким-то чудом сюда залетели, да, автотранспортные средства. Девятое – алюминий, да, десятый – это пшеница. Так вот, ну, я просто, опять же, сравнение. 2 триллиона, 2 миллиарда, да, 723 миллиона – это стоимость, да, экспорта нефти. И на этом фоне, да, я просто проговорю, да, 52 миллиона всего лишь – это, то есть по сравнению с двумя миллиардами, да, это автомобили. Вот, собственно, и все, почему у нас все так, да, то есть мы ничем и продуктами питания, которые каждый из нас пользуется. Я не экономист, да, ну, я магистр госадминистрирования, да, поэтому, в общем, я экономику понимаю. Но если говорить простым языком, мы ничего не поставляем за рубеж, что каждый из нас пользуется. А за рубеж поставляется только продукты, чем торгует крупный бизнес. Поэтому государство не заинтересовано, то есть мелкий бизнес, чем он торгует, мы его за рубеж не продаем. Соответственно, когда приходит крупный бизнес, он говорит, я плачу тебе основное количество налогов, а вот эта вся мелочь, да, она не имеет голоса. Вот и все. Чингис поднял хорошую тему. Тема, когда против общего тренда, можете меня ненавидеть. Я так и боялся, что все обсуждение сведется к двум вещам. Неправильная политика Национального банка, валютный курс и местное содержание. Давайте пойдем, да, мы об этом говорим с 2003 года все. На самом деле, в 2008 году, когда первая девальвация была, 120-150, то же самое, как бы, да, эти разговоры у нас бесконечны. Но, я соглашусь, у нас проблема структурная. У нас там главная экономика. У нас есть нормальные сырьевые сектора, которые добывают, отправляют на экспорт, да. И есть все остальные, которые их обслуживают. Поэтому давайте обманывать себя не будем. Весь наш малый бизнес занимается обслуживанием сырьевой ренты. Где развит наш малый бизнес в основном? Это два крупных города. Алмата и Нур-Султан. Чем занимается малый бизнес в Алмате? Он обслуживает ту часть сырьевой ренты, которая перераспределяется через частные финансовые институты, так ненавидимые вами банки. Чем занимается бизнес в городе Нур-Султан? Он обслуживает ту часть сырьевой ренты, которая распределяется через государственный бюджет. Простые цифры, простые цифры. Как вы думаете, из там более миллиона с лишним хозяйствующих субъектов, сколько у нас средних компаний в стране? Которые могут экспортировать, которые могут привлекать технологии, которые могут что-то делать. 2,5 тысячи на всю страну свыше, чем от миллиона хозяйствующих субъектов. Вот вам ответ. У нас вот такая штанга. У нас вот здесь сырье, и здесь те, кто перераспределяет. А вот эти объективные факты, они нисколько не извиняются, не уменьшают тот факт того, что реальные доходы населения падают, инфляция очень высокая. Есть и очень высокая неуверенность вообще в экономическом будущем. Дайте сказать, я вас слушаю внимательно. Поговорите с промышленниками, они вам скажут, что слабые деньги для импортозамещения сделают гораздо больше, чем все правительственные программы. Поймите, представьте, и при текущей... У нас нет объективных факторов конкурентоспособности в обрабатывающей промышленности. Мы опять начинаем вечную историю, как бы, да. Давайте посмотрим, где у нас идет импортозамещение, про что постоянно говорит НПП. Это сплошной разговор про регулируемые закупки. Извините, но у нас потребление домохозяйств, это 50% от ВВП, если мы найдем методом расходов. Почему-то наш бизнес не смотрит, да, как обслуживать домохозяйство. Поэтому люди выходят и говорят, ничего нашего нет. Так структура экономики такая. Вы хотите оправдать нашу неуспешную экономическую политику, правильно? Есть объективные факторы, есть реальные факторы. Я ничего не оправдываю. А он слабым тенге, который поддерживает импортозамещение, давайте ее продолжим и разовьем. Можно было не допустить такой высокой инфляции, можно было не допустить такого падения реальных доходов. Можно было гораздо оптимистично смотреть будущее. Теперь мы переходим к важному. Вот все эти разговоры, вот вся вот эта антология смыслов, которая сейчас идет, она придет к тому, что начали делать наши северные соседи, да? Попытка контроля цен. Началось у нас ценовое регулирование. Оно не заканчивалось. Давайте будем регулировать цены на 19 социально значимых. Теперь будем регулировать. Постойте, а 20-й уже показал вот эту регуляторику? Регуляторика приводит к тому, мы все забыли Советский Союз. У вас или будет, хоть по высоким ценам. Ануар, это 10-я проблема, если честно, из всей экономики. Или у вас этого вообще не будет, это все будет. Под итогом 20-го года специально значимые товары выросли на 11%. Вы хороший полимелист, я вам могу сказать, я считаю, что вы неправы. Я считаю, что вы неправы. Вы идите, я вам скажу, вы идите. Скажите, пожалуйста, в Зыряновске что-нибудь про доллары думают? Вы идите в АУ, там люди живут в тенге. Там думают про цены. Там думают. А не про доллары. Именно думают про цены, господа. Вот я имею в виду, что это большие. Теперь смотрите, тенгист, отвечаю на ваш вопрос. Людям, людям надо на что-то жить. Поэтому они развивают бизнес свой, пытаются, а им этого не дают. Поэтому давайте говорить не о том, как держать цены, а о том, как сделать так, чтобы люди могли больше зарабатывать. Это вопрос в сторону правительства. И здесь мы переходим к следующей, что у нас очень низкая производительность в экономике. Почему низкая производительность в экономике? Потому что мы всячески пытаемся удержать безработицу. Абсолютно правильно, как оказали. У нас нормальная структурная безработица. Удержать и снизить показатели. Коллеги, 4,5% безработица, это то, что называется... Да ну вы что говорите? Подождите, подождите. Это зарегистрировано. Подождите. Правительство ориентируется на вот эти вот безумные цифры, типа 4,5%. Они не отражают реальность. Я согласен с вами. Абсолютно не отражают реальность. У нас показатели заработки очень реальные. У чиновников есть отличный аргумент. Зайдите на сайт InBek.kz, посмотрите количество вакансий в городе Нур-Султан. Каждый день больше 20 тысяч вакансий. Какая безработица? Но когда вы зайдете дальше, абсолютно, как только вы зайдете дальше и поставите зарплату хотя бы на уровне медианы, у вас сокращается до 300 вакансий. Поставите на уровне средней зарплаты, у вас... Давайте говорить о том, как... А вы тут попадаете в свою же ловушку того, что смотрите Нур-Султан Алмату. Посмотрите, вот у нас коллега из Восточного Казахстана. Он расскажет, что занята ситуация. Мы делали те же самые упражнения для Центрального Казахстана. Везде примерно одинаково. В Восточном Казахстане есть 20 тысяч вакансий? Вакансии есть. Я знаю, потому что я сама журналист. И мы занимаемся тем, что, естественно, тоже отслеживаем эту ситуацию и смотрим, где, как и так далее. Вакансии есть. Но эти вакансии действительно не квалифицированы, не для квалифицированных людей. Дальше я скажу, почему это происходит. Давайте говорить. У нас очень высокая концентрация в экономике. У нас олигопольная экономика везде. То есть, если вы хотите что-то сделать, вы не войдете ни в какой сектор. Там уже все сложилось, там все забетонировано. В том числе на уровне подзаконных актов, которые были приняты. У нас бесконечное количество единых операторов. У нас по факту остался один оператор по телекоммуникациям. Ну, Бивайн как-то держится, все остальное у нас как бы... Зайдите, посмотрите, как бы. И отсюда получается очень простая вещь. Когда у вас очень дорогой вход на рынок, очень... Поймите, люди очень рациональны. Люди пойдут заниматься бизнесом и что-то производить, чтобы удовлетворять потребность, когда они будут понимать, что они на них зарабатывают. Давайте вернемся к реальным доходам населения и к инфляции. Давайте. По всем вопросам населения на подзвение многих лет... Давайте вернемся к доходам населения. Я бы хотел вот эту мысль продолжить касательно слабого тенге, который способствует импортозамещению. Давайте разовьем ее. Можно, да? Вот когда человек заходит в магазин, он не нефть покупает, не тяжелые металлы, не медь, и не ферросплавы, и не природный газ. Он покупает молоко, хлеб и всякое такое. И когда, извиняюсь, белорусское молоко стоит дешевле, чем казахстанское, вопрос, почему казахстанское дороже? Почти любая номенклатура, да? Здесь речь о том, что у нас не создается предприятие перерабатывающее, потому что мы занимаемся предприятием мер. У нас в Восточном Казахстане есть несколько крупных, достаточно тех же самых молокоперерабатывающих заводов. В итоге молоко у нас дорожает чуть ли не каждый квартал. Потому что дорогие заемные средства, о чем говорил Рахим? Почему? Объясните мне. И причем говорят, что они не загружены. Они там загружены на 30-50%, но цены-то они поднимают и придумывают разные ухищрения, чтобы у них продукция... Кричевой экономический спор, который последние годы, десятилетия длится вокруг Казахстана, это природа инфляции. Они считают, что если инфляция у вас высокая, вы должны ее побороть дорогими кредитами. Есть другая точка зрения, что наоборот, если у вас высокая инфляция, у вас инфляция издержек, соответственно, вы должны сделать кредиты более дешевыми. И у нас складывается парадоксальная ситуация, когда в целом по экономике мы держим высокую ставку по кредитам, но через экономику простых вещей и дорожную карту бизнеса 10-20 тысяч предприятий всего получают по льготной ставке. И когда мы спрашиваем правительство, а что вы делаете, чтобы поддержать бизнес, они говорят, а у нас экономика простых вещей, а у нас дорожная карта бизнеса. А то, что они охватили дорожную карту бизнеса за 10 лет, цивилизация охватила 0,01% предпринимателей, это факт. Вы относитесь к субсидированным кредитам. А помните, да, БЕГУ, когда пошел, да, стоп лучших этих организаций. Мы пришли к тому, что на сегодняшний день ДКБ, экономика простых вещей, это стали финансовыми костылями. Это стали финансовыми костылями. Которые охватывают мизерную часть предпринимателей. Абсолютно. Неоправданно. Абсолютно. Здесь мы с вами сходимся. То есть получается так, опять фаворитизм, да, доступ. Мы точно так же разговаривали с банками. Банкиры говорят, мы говорим, представьте, завтра у бюджета плохо. И вы не получите денег на субсидируемую ставку. Вот, вот. Во всем виноватым математским финансистом. Хорошо, постойте, а у нас создают МФО с участием Акиматов и СПП. Это для чего сейчас? Нет, простите, банкиры отвечают очень четко, говорят, мы что, идиоты давать людям, которые не... Они могут обслужить эти кредиты и без субсидированной ставки. Абсолютно, Рахим, вы говорите, то, что сложилось. Нормальный фаворитизм, нормальное это, да. Просто за все это время, начиная с 2008 года, после первого кризиса, мы рыночные реформы подменили реформами распределительной экономики. И мы с сумасшедшей скоростью возвращаемся к командной административной системе. Любимое слово в правительстве, в НПП, где угодно, ручное управление. Давайте вручную порулим и настроим. Не получится. Законы экономики не обмануть. У нас же рыночная экономика. Что делать казахстанцы, дорогие гости? У нас очень много выступает вопросов, даже так с жалобами и криками души, о том, что дорожают основные цены на основные продукты питания, причем это мясо, рис, макароны, картофель, гречка, которые производятся у нас. И вот наши телезрители говорят, какие методы или способы борьбы с повышением цен вы можете предложить, что делать, какие-то рекомендации, может быть. В конечном итоге все вот эти вот наши... Экономический закон очень простой. Он банальный, он тупой, нравится, не нравится, но хотим, чтобы цены были нормальными, надо развивать конкуренцию. Когда у вас нет конкуренции, когда у вас очень сложный вход на рынок для новых игроков, ну ни для кого не секрет, да, весь ритейл у нас контролируется очень ограниченным количеством людей. Еще какие-то вещи. Этот же ритейл в прошлом году субсидировался, чтобы цены не разрушились. Он субсидировался, да, то есть мы говорим, это фаворитизм, то есть в конце концов субсидии, субсидии это зло по большому. То есть вы считаете, что на рынок может зайти ограниченное число участников, которые пролоббировали? Я не считаю, я знаю. Послушайте последнее выступление на расширенном заседании председателя агентства по защите и развитию конкуренции. Он в открытую сказал, рынки забетонированы, новому игроку войти невозможно. Поэтому сейчас будем это разгребать, в том числе на уровне подзаконных актов. И отсюда, все правильно, но это часть проблемы только. Это основная часть проблемы. Это основная. Если у вас мало игроков, у вас не будет цен. Подождите, с другой стороны, населению говорят, идите в бизнес, создавайте, зарабатывайте, живите, и все у вас будет замечательно. Так почему мы, вот получается мы предприниматели, мы не можем нормально работать. Нам это не дают. А вот президент ответил на расширенном заседании очень хорошо. Триллион на ДКЗ освоили, да? 98,2 из триллиона освоили, а трудоустраивали на бумаге. Несколько раз одного человека записывали. По Бастау бизнес 150 тысяч человек обучили, 10% получили кредит, 19% кредит. И более 100 тысяч человек без поддержки государства. Вот, наверное, ответ. Вот в продолжении темы Бастау, вы немножко затронули тему инфо. Хотел здесь вот тоже немножко прокомментировать. Ну, смотрите, касательно Бастау, да, вот мы обучаем там в год порядка 30 тысяч человек. Из них от 20 до 40%, в зависимости от года, да, в прошлом году, 20-м году, порядка 40% открыли свое дело. Если смотреть ранее, да, то есть когда вот у нас там треть обучившихся открывали свое дело, дальше, скажем, через год, там порядка 90% продолжали работать, платить налоги и так далее. Действительно, всем не хватило денег где-то по госпрограммам, где-то не хватило микрокредитов и так далее по льготным ставкам. Поэтому, да, в этом есть вопрос. Поэтому и мы говорим о том, что микрофинансовые организации не везде идут в район, где мы обучаем, да, мы же все прекрасно знаем. Вот, естественно. Вы находитесь в районе. А тут еще новый закон. Сейчас, секунду, вот доступ. У нас в Восточном Казахстане, да, даже скандал назрел из-за этого, да? Доступности денег нет. Потому что, мало того, и проходят обучение, и все и так далее. Ну, прозрачного распределения и грантов, и кредитов, и льготных. Своим раздаем. Своим раздаем. Можно про распределение, да? Это на уровне распределения, сейчас секундочку, вот буквально. Короткая реклама у нас, мы сразу после нее продолжаем. Большая неделя, у нас тут дискуссия такая разгорелась, буквально секунд за 10-15, мы сейчас прийти их все, да? Ну, давайте продолжим. Вот мы начали разговаривать о распределении, о микрофинансовых организациях. Да, и в продолжении темы Бастау. Действительно, люди обучаются, получают навыки, выходят, скажем, открывают свое малое дело. Не всегда денег хватает. Есть действительно где-то непрозрачные процедуры акиматов. Где-то МФО не идут в районы, потому что им экономически это невыгодно. Мы, исходя из этого… Сейчас новый закон еще принят? Тут вообще никто не пойдет в район. Ну, да, в общем-то, исходя из этого, мы и идем. То, что вы сказали, там, акиматы совместно с МПП создают МФО, потому что людей нужно кредитовать, им нужно, их нужно запитать, им нужно дать возможность работать, потому что… Во всяком случае, чтобы были оборотные средства. Абсолютно, абсолютно. Доля участников акиматов 49%, МПП 51% и опять люди переживают, что будет опять вот это вот лоббирование интересов. Мы ставим именно такой прозрачный скоринг, прозрачные механизмы. Я думаю, что, ну, по крайней мере, там, не начав начать критиковать, наверное, это не совсем правильно. Ну, да, ну, просто опасения люди высказывают. Ну, да, все понятно. Ну, я думаю, что результаты покажут хотя бы там через какое-то время. И касательно, вот, Анике, вот ваши слова относительно того, что там, что мы уж так смотрим, там, на госзакупки. Ну, что уж делать, если у нас структура экономики… Так, а сколько у нас 9 триллионов тенге – это закупки государства и группы, да, фонда «Стабрухазна»? Ну, игнорировать… Я прошу прощения. Я секунду, вы просили Рахим Сатяновича там договорить, я вас прошу. Что уж делать, если структура экономики так ладно? Давайте тогда забудем про эти деньги и будем говорить, что, ну, у нас их нету и они не для казахстанских компаний. Я понимаю, конкуренция, конечно, история важная, но мы говорим о том, что… Здесь конкуренция ограничена, по-моему. Тут нужно, ну, нашим казахстанским компаниям нужно в этой ситуации тоже определенный такой вот разумный патернализм, наверное, тоже оказывать. Вот полгосударственная инфо, которую мы сейчас начинаем развивать и кредитовать под 6%, по сути, это то же самое, что вот госпрограммы по дешевых кредитам. И все это попытка исправить, залатать нашу вот эту неэффективную монетарную политику, что у нас кредиты дорогие. И здесь лучше уж пусть будут эти инфо, пусть лучше уж будут эти программы, дорожная карта бизнеса и так далее. Хоть кому-то что-то достанется. А фундаментально сейчас экономическую политику чинить никто не хочет, никто ей не занимается. Я хотел просто привести пример. Вот Караганинская область, да, там вот после того, как Асамбек, да, пришел туда, Акимобласти, они с Арселора Миттла заставили его вот за 2 года, по-моему, в 3 раза, что ли, да, увеличить закуп у местных предпринимателей, понимаете, да? Ну, заставили, опять же, не палкой, да, а пряникой. Да, да, ну, то есть, понимаете, да, то есть еще вот есть в этом проблема, что у нас очень много вот таких крупных компаний, таких огромных, как Азахмыс. Вопрос в воле просто некоторых отдельных руководителей, да? Да, да, да. Вопрос в том, что, на мой взгляд, у нас сформировался два сектора с точки зрения финансового финансирования, там, кредитования экономики. Первый – это вот те кредитные портфели, которые финансируются через институты развития. То есть Госбюджет выделяет, это Байтерек, Казагра, там, и другие институты развития. И второе – это у нас источник является банки второго уровня. Вот с точки зрения банка второго уровня, мне кажется, здесь экономические денежные власти наши должны внести коррективы и принять ряд системных мер в этой сфере. Сейчас объясню, о чем идет речь. Первое – чтобы закрыть дефицит госбюджета, республиканского бюджета, Министерство финансов у нас выпускает казначейские облигации. МИККМ-1, МИККМ-2, МИККМ-3. И здесь эти облигации преимущественно продаются банкам второго уровня. Здесь ставка от 3 до 6 процентов примерно. Но здесь гарантирован, потому что гарантов выступает госбюджет. И здесь концентрировано примерно 6-7 триллионов тенге, то есть ресурсов. Я объясню потом, скажем, почему деньги не идут в экономику. Это вот деньги, которые акиматы занимают, да? Нет, Минфин занимает. Минфин у банка второго уровня. Это первый – потеря Казахстана, то есть деньги не идут в экономику. Это второй – денежная власть в лице регулятора, то есть я имею в виду национальный банк, выпускает свои ноты, тоже ценные бумаги. И здесь концентрировано примерно, по-моему, 11 триллионов тенге примерно. Вот год назад 11 триллионов было. И вот 11 плюс 7, 18 триллионов тенге у нас заморожены, Денис. Почему? Потому что, зная, что в реальном секторе есть риски определенные, банки не идут в риски, понимаете? А здесь гаранта выступает в госбюджет. А зачем рисковать? Да, зачем рисковать? И вот то, что вот коллега Ускаменногорская говорит, нет доступа, нет реальных ресурсов, есть преграда, не говоря уже коррупционных составляющих. Вы знаете, вот мы часто сотрудничаем с фондом ДАМУ, допустим, тем же самым, да? Поэтому... Ну какую помощь они оказывают на самом-то деле? Поэтому... Никакой? Финансовой? Точно нет. Мне кажется, на уровне правительства, на уровне Национального банка, может, на уровне главы государства, мне кажется, этот вопрос надо проработать, чтобы эти денежные потоки пошли в реальный сектор экономики. И здесь концентрировано 18 триллионов тенге, просто заморожены они, понимаете? Деньги есть в стране, но они не идут в реальность. И госпрограммы есть хорошие. Другой вопрос в их реализации и выполнении, что на местах, когда начинают люди, да? До них добираются, буквально вот вчера я из Западного Казахстана вернулся, из Западной Казахстанской области, да? Областной центр, Уральск. Ну, элементарно, снег не могут убрать. Товарищи, о каком управлении, о каком развитии экономики мы говорим, если мы с улиц областного центра не можем убрать снег? Это вот показатель эффективности, наверное, государства. Вы попробуете еще собрать документы, чтобы поучаствовать в этих государственных программах? Это вообще просто кошмар. Про уборку снега, да? Еще что делает Акимат? Он создает какую-то дочернюю компанию. Дочерняя компания, да? Просто берет и закупает полностью все эти услуги. А потом, и можно сделать по-другому, да? Можно не сделать дочернюю компанию, а просто сделать так, чтобы какие-то частники очень плохо это сделали. Потом сказать, вы посмотрите, как они плохо работают. Вот то ли дело мы бы сделали свою государственную компанию, которая бы все тип-топ сделала. И мы должны понять, что государство нигде, никогда не было эффективным собственником, никогда не было эффективным управленцем. А поскольку у нас 75%, вот как коллега говорил, 75% это государство, то есть пока мы не начнем, вот у нас при каждом министерстве, при каждом акимате, прямо пергамент огромный всевозможных всяких наой и так далее, и с этим надо бороться. То есть о чем мы сегодня целый день говорим, о чем Рахим говорил, о чем все говорят, надо отдавать всю эту конкурентную среду, о чем Ануар говорил, и пока мы это все не передадим, мы же тут должны для зрителей это все донести, проблема в чем, потому что каждый акимат, понимая, что он может создать дочку, там куча роднулик сидит, своих собственных, там люди трудоустроенные, все прекрасно. Давайте встать все время, поговорим, что можно сделать. Что можно сделать, давайте. Картина вырисована достаточно мрачная, и мне кажется, имеет смысл об этом. Первое, у нас есть, объективно растет, об этом мы бьем в колокола уже несколько лет, пузырь потребительского кредитования. Его нужно разрешать, он усугубляется. И реально ни о каком росте реальных доходов населения, ни о какой удовлетворенности экономической политики невозможно говорить, когда 2 миллиона наших соотечественников находятся на просрочке, а еще какое-то значимое количество, они близки к этому. Концы с концами. Соответственно, мы предлагали, либо это должен быть закон о банкротстве физических лиц, где это решается в индивидуальном порядке, через суд, действительно человек неподиспособен, ему нужно дать возможность освободиться в правом порядке, освободиться от этого бремени. Это предлагала, по-моему, партия Акжоу. Либо, как предлагали народные, народная партия, прощение кредитов за счет банков. То есть не за счет государства, когда, условно, банком возмещают. Очень привлекательная была, конечно, позиция. Второе, безусловно, нам нужно проводить серьезную антинфекционную политику. Давайте мы проговорим, потому что сейчас люди могут понять неправильно, мы проговорим, что это на уровне размышлений, на уровне предложений, и, скорее всего, прощение, подобного тому, которое было в прошедшем году, оно не состоится. У нас из-за этих больших ставок идет глобальный трансфер благосостояния от людей в сторону финансовых институтов. Руководителя в конечном итоге, бенефициара. Да, если вы увидите вот эти цифры доходов, которые ежегодно они показывают, это все, что, условно, в значительной части просто будет из кармана. Может быть, сделать разумными ставки по кредитам, может быть, вот в этом проблеме. Это, безусловно, инфляция, да, инфляция, у нас есть вопрос издержек, вопрос того, что у нас нестабильность курса, мы его импортируем. Высокие ставки по кредитам, которые, в том числе, условно, какая-нибудь компания «Восток молоко», когда говорят, почему у вас растет продукция, хотя вы здесь производите, да. А потому что кредиты очень дорогие, да. Не, не только кредиты, потому что оборудование российское, потому что одно, там другое, там упаковка та же самая откуда-то еще. Последняя у молочников ключевая проблема – это доступ к сырому молоку. Нет, вроде бы наладили, даже повышают сейчас уже загруженность перерабатывающих предприятий. Первое, когда вы говорите, что они загружены на 50%, у них просто не хватает сырья. Второе, чтобы заякорить инфляцию, да, значительная часть потребительской корзины, да, давайте поговорим, вот, чтобы заякорить инфляцию, чтобы она была более-менее стабильная, да, чтобы действительно там население было все равно, какой будет курс доллара, там, валюты. Нужно, чтобы какую-то значимую часть потребительской корзины производилась в Казахстане. Значит, нам что нужно? Для этого нам нужно. Нам нужна внятная, нормальная индустриализация экономики. Совершенно верно. Что такое индустриализация экономики? Первое, в первую очередь, это протоциально. Подождите, подождите, индустриализация экономики, это не про обрабатывающую промышленность. Индустриализация экономики, это в целом переход от вот этого ремесленничества, которое у нас есть, да, где молоко производят в крестьянских хозяйствах надворным способом, к нормальному индустриальному производству. Что для этого нужно? Для этого нужен доступ к долгосрочному дешевому капиталу, понимаете? Без капитала вы не сделаете ни одно современное производство. Для этого нужно вообще парадигму поменять того, что... Не купите IT, не наймете нормальных специалистов. Не завезете нормальное оборудование. Нужны нормальные инвестиции, понимаете? То, что там есть, спасибо, что это есть, по линии институтов развития, экономики, но это ничтожно мало. Там сколько? 1700, за два года выделили 2700 кредитов. Значит, нам нужен нормальный, вот смотрите, с точки зрения банков, я почему об этом говорю? Вот эта вся совьевая гантеля, она не нуждается в местных кредитах. Почему не нуждается? Они имеют нормальный, они нормально имеют доступ, у них валютные поступления, они имеют нормальный доступ на международный рынок капитала. Экспортеры имеют в виду. Экспортеры, они могут привлекать там. Экспортеры, селья и добытчики. Ну кто добывает. Мы говорим про внутренний комплекс. Вот на этой стороне микро-малый бизнес, который по умолчанию очень рисковый. Я вам почему привел эту сумасшедшую цифру на всю огромную страну, 2,5 тысячи средних компаний, которые и являются таргет-группой для банков, для кредитов. Так они все закредитованы уже. Мы идем к переосмыслению индустриальной политики, промышленной политики. Не только в целом. Переосмыслению экономической политики в целом. На сегодняшний день быть средней компанией невыгодно. Вы сразу попадаете в поле зрения фискальных органов. Не дай бог, вы находитесь в районе или небольшом городе, вы можете там стать чуть ли не системообразующим и не главным налогоплательщиком. И все внимание вам. Насчет налогов, кстати, это тоже очень интересно. Вы сразу попадаете в поле зрения трудовой инспекции, потому что вы должны согласовывать прием увольнения людей. Вы попадаете в поле зрения пожарников, СЭС, прочее, прочее. Бизнес говорит, зачем я буду средней компанией? Да я раздроблюсь лучше. Пойдем дальше по списку, наверное, что делать. Рынок труда. Да. Вот тоже сейчас скажу вот такую немного крамельную вещь. Несмотря на то, что у нас достаточно высокий уровень безработицы, а нуар прав, она структурная безработица, тем не менее у нас во многом трудодефицитный рынок. Абсолютно. Нам нужно давать доступ иностранной, как квалифицированной, так и неквалифицированной рабочей силы к нам. Без хорошего предложения рабочей силы невозможно сделать индустриализацию, невозможно быть конкурентоспособными. Долгосрочный эффект какой будет? Долгосрочный эффект повышения конкурентоспособности казахстанского бизнеса. Через того, что у нас дешевые и конкурентные трудовые ресурсы. Я простыми словами для наших людей скажу, когда он это не умеет делать, вы привезли иностранца, и он рядом с ним поработал, он научился это делать. Вспомните, как в советское время нам говорили, ты с вуза пришел, тебе говорят, забудь все, чему тебя учили в институте. Вот тебе наставник, вперед, вот пример, нет наставников, учить некому, и на какой-то момент, возможно, это надо сделать. Да, здесь ничего такого. У нас строительная отрасль, для примера, для этого понимания, строительная отрасль является флагманом. По сути, за 9 месяцев, по-моему, свыше 11% вклад вообще в рост. То, что мы не сильно просили, только благодаря тому, что у нас идет стройка. Закрыли доступ к узбекской рабочей силе в силу карантина, да, сразу себестоимость резко выросла. Строители столкнулись с нехваткой людей, которые готовы работать на строительство. Совершенно верно, совершенно верно, понимаете, это факт. Они столкнулись с нехваткой не столько даже из-за денег, сколько из-за квалификации. Из-за квалификации? Нет, нет. Не только квалификации, квалификации плюс вот эти навыки, то есть производительность труда, к сожалению, да. Производительность труда, абсолютно сработает. Прямо сейчас короткая реклама, мы продолжим после нее сразу. Большая неделя, телеканал Хабармы вновь в прямом эфире, остановились на том, что же делать, да, известный вопрос издавна, который всех беспокоит и никак не могут найти ответ на вопрос. Нам надо чинить монетарную политику, денежно-кредитную политику, надо расширять большой доступ к длинным дешевым деньгам, как бы это ни прозвучало, как бы в общем. Тем не менее, это проблема, ну, является, я не знаю, это слон в комнате, да, такой казахстанской экономики. И, к сожалению, тщательно стараются избегать вообще его решения, стараясь сбоку подойти, вот, а вот давайте вот такую программу делаем. Нам нужно честно себе всему обществу ответить, да. В мире сейчас просто очень популярен левый поворот, типа, вот, давайте взять и поделить, но вот, что мы говорим, нравится нашим людям, это не нравится. Прежде чем что-то взять и поделить, это нужно создать и заработать. Европа, штаты, они-то создали и заработали. Вот разве ты мир создал, они сейчас пытаются переделить это. Нам сначала создать надо, нам надо играть на противооходе. Ну, давайте забудем про нас фон, про прочее. Сейчас, объективная модель нашей сырьевой экономики, да, это протекание и перераспределение обслуживания нефтяной ренты. Да? Вот. Порок запаса, запас прочности у нас в Казахстане еще где-то минимум 5-7 лет. До 30-го года у нас... 30-му обещают, что новые машины на топливе обычном уже не будут производить. Минимум 5-7 лет, условно, у нас запасы, которые позволяют субсидировать экономику, поддерживать бюджетные расходы и, наконец, найти деньги, чтобы убирать снег в отдельных городах. И вот эти 5-7 лет мы не должны проспать. Нам нужно сейчас создавать другие заделы. В первую очередь, внутренний контур вот этой индустриализации. Для этого им нужно дать дешевые кредиты, доступ к рабочей силе и, в конце концов, нарастить вот эту долю казахстанского содержания в потребительской корзине до необходимых вещей, чтобы мы не так были зависимы от курса. И доказания на бумаге реализовывать, к примеру. Совсем согласен, кроме одного. Обязательства должны идти. Протекционизм, казахстанское содержание, доля местных закупок. Перестать субсидировать импорт. Только против экспорта. Импортозамещение. Отрицательная реальная ставка. Я с вами, Рахим Скинш, согласен. Она может быть применена только для кредитования реальных экспортеров. Далее. Какие отрасли у нас в будущем конкурентоспособны более-менее, если реалистично, если не фантазировать, да, про какие-то планшеты и космос и тому подобное? В первую очередь, это сельское хозяйство. Туда очень мало идет инвестиций. И по причине того, что у нас право землепользования такое очень нестабильное, непонятное, да. И с точки зрения того, что нам все равно оно недоинвестировано очень. Пять секунд и мы заканчиваем, к сожалению. Дальше туризм. Туризм, сфера услуг. И не вот эти красивые вагончики открывать, да, действительно развивать. Строительство, которое сейчас является драйвером экономики. Пандемия показала, что материальное производство по-прежнему номер один. Это повысит качество экономической политики. И второе, мне кажется, надо сократить этот размер государства у нас в экономике. И последнее, да, нужно наконец вот эти потемские деревни прекратить городить. Я говорю про статистику, я говорю про анализ рынка труда, я говорю про вот эти странные цифры, да, минимальных заработных плат, средних заработных плат и так далее. Я говорю, нужно, чтобы государство понимало, с чем оно вообще имеет дело. Пора заканчивать, пожалуйста. И не надо забывать про то, что все-таки поднимать уровень квалификации казахстанских работников. Я согласен в этом плане с коллегой, что да, есть в этом провал, его нужно наращивать. И только за счет этого мы какую-то конкурентоспособность сможем наверстать. Надеемся, что будем услышаны. Большая неделя. С завтрашнего дня вакцинация в Казахстане начинается. Просим, мы вот за программу до этого разговаривали уже об этом. Просим не верить слухам, не поддаваться паническим настроениям, доверять только официальной информации. Ну, если желаете, принять участие в этой кампании. Большая неделя. Увидимся через 7 дней. Надеемся, что будет что обсудить. Всего доброго. Продолжение следует...